Детский футбольный центр Детский футбол соответствует всем требованиям для качественной подготовки спортсменов. И те условия, которые на сегодняшний день созданы в городе Челябинске, на базе которой дети познают дисциплину футбол, соответствуют всем требованиям. И, конечно, присвоение этого статуса позволит поднять наш уровень детского футбола на следующий уровень. И тренера смогут уже повышать квалификацию свою в рамках действующего футбольного центра совместно с московскими уже клубами. То есть, в принципе, мы ожидаем от этого, что у нас произойдут изменения в подготовке спортсменов в лучшую сторону. Ну, соответственно, и мы уже как органы власти будем стараться улучшать и дальше условия по развитию этого вида спорта. Я напомню, что у нас в прошлом году спортивный комплекс «Сигнал» перешел в муниципальную собственность из собственности госкорпорации. Это все у нас получилось благодаря губернатору Челябинской области Текслеру Алексею Леонидовичу и поддержке главы города Котова Натальи Петровны. Как развивается футбольная школа и какие перспективы у женского футбола? Об этом и не только рассказываем в новом выпуске проекта «Это Челябинск». Здесь ведение на фишках, удар в маленькие ворота. Затем еще одна группа будет, я фишки расставлю. То же самое ведение и удар в большие ворота. Там будет у нас два вратаря. Яна и Соня по очереди стоят. И там то же самое. Ведение короткое, добавляем финты и удар в маленькие ворота. Всем понятно? Если здесь хвостик отобрали у вас, то вы выходите за ваш квадрат, берете мяч и начинаете жонглировать. Жонглируем следующим образом. Мяч подбросили. Отскок, удар правый, отскок, удар левый. Отскок, удар правый, отскок, удар левый. Всем понятно? Эти девчонки готовы дать фору на поле любому мальчишке, ведь они и сами отлично знают правила офсайда и что такое фолл и как забить в девятку. Тимур Амиров уже второй год работает в футбольной школе «Сигнал». По мнению тренера, девочки имеют отличные шансы зарекомендовать себя в сильной команде и построить успешную карьеру. У девочек больше перспектив, чем у мальчиков попасть куда-то в Москву, тоже играть в хороших командах, потому что именно школа «Сигнал», как я знаю, выпустила уже трех девочек, которые сейчас играют две за сборную. Это уже старшие девочки. Валерия Безнякова играют в ЦСКА и в сборной России. Также Маргарита Манулова, тоже самое, ЦСКА и в сборной России. Сейчас уехала пятого года. Юлия Чехвата играет тоже в Москве. Вот пять команды называются. Очень много перспектив именно у девочек, чем у мальчиков, лично мое мнение. В первый год существования женской команды на секцию ходило только шесть девчонок. Сейчас популярность значительно выросла, и состав набирается уже на две полноценные команды. Тренировки у девчонок проходят четыре раза в неделю, три из которых нацелены на отработку определенных упражнений. А еще одна посвящена игровой практике. Вначале мы играли в хвостики. Нужно манишку засунуть под форму и убегать от голящего. Если у тебя забрали эту манишку, то ты идешь за красную линию и джонглируешь. Я, как смотрела, всегда на своего брата игры. Мне тоже захотелось футболом заниматься. Мне нравятся тут тренировки, игры. Люблю свою команду, то, что мы ради ее выигрываем. В это время на поле тренируется команда постарше. Они умело владеют мячом и легко обыгрывают парней. Все потому, что часто играют в смешанных командах. Сейчас на тройке делимся. Два игрока с мячами, красным фишком. Один игрок без мяча в середину. Встаем. Пошли. Игрок, который на фишке стоит, кидает аут. Игрок, который в середине мяч руками ловит и пас ногой делает обратно. Все понятно? Давай. Поймали, сделали пас обратно. И развернулись. Поменяли центрального игрока. Теперь мяч поймали. Внимание. Поймали мяч, пас коленом сделали. Начали. Поймали мяч, да. Сделали мяч коленом пас. Если не добиваете, вставайте поближе. Шаг вперед делайте, если не можете докинуть. И правой, и левой ногой делаем. Девочки более организованные, более ответственные, более дисциплинированные. В этом главное отличие от мальчиков. Поэтому не могу сказать, что прям комфортнее. Но в чем-то даже удобнее работать с девочками, чем с мальчиками. Сейчас пример. Вот мы сейчас занимались. У нас 10 мячей было. Буквально лежали мячи. То есть, когда возникает перерыв между разминкой и игрой. У мальчика все мячи разлетаются. По всему полю мы их собираем. У девочек мячи строго. 10 мячей в 2 ряда по 5 лежат. Вот как бы простой пример организованности девочек. Толочный пас обратно. Не надо высоко, надо пас в руки сделать. Не надо высоко мяч бить. Поменяли центрального игрока. Девочек я начал собирать преимущественно 2006 года рождения. Собрал я их первый раз. Они учились во втором классе. Им было по 7-8 лет. И вот сейчас они кто-то в 10 классе. То есть, прошло около 7-8 лет. Это самый первый набор девочек, которые занимаются больше всех. Они здесь на данный момент старшие. Ну и преимущественно именно этого возраста девчонки сейчас занимаются. Есть несколько девчонок помладше, которые пришли чуть попозже. Но главное, какая проблема у девочек? Это отсутствие соревнований. Поэтому участвовать часто где-то в чем-то нам не удается. Поэтому приходится участвовать либо в смешанных футбольных командах. Мальчики и девочки вместе играют. Либо отдельно в командах мальчиков. То есть, в турнирах, где участвуют только мальчики. Поэтому, ну это такая, как бы, думаю, решаемая со временем проблема. Потому что, когда мы начинали только играть, это было начало, скажем так. Сейчас какой-то более-менее такой футбольный бум в России. Организуют много команд. Лиги какие-то появляться стали. Поэтому, я думаю, что не за горами, когда будет много соревнований. То, что и нужно в этом возрасте именно девчонкам. Поджонглируем без падения мяча. Даш, ближе встань. Начала футболом заниматься, когда в школьном лагере я была с мальчиками-футболистами в одном отряде. Меня заинтересовало это. И я решила заниматься спортом. Когда я только начала ходить, это был, наверное, второй класс. Было страшно. Я боялась мяча. Но со временем я как-то преодолела этот страх. Были моменты. Родители, родственники все говорили, что это не женский вид спорта. Это чушь и все такое. Но они как-то свыклись, привыкли. Согласились с этим мнением. И больше всего мне дядя помогает с этим. И он всех так более-менее направил на это. Он сам любит футбол. Он болеет за Спартак. И он всегда направлял меня на футбол. Всегда говорил то, что это круто. Ты сможешь, у тебя все получится. И ты выйдешь куда-нибудь. Я пришла домой. Говорю маме, мам. Я говорю, я хочу пойти в футбол. Мама нашла клуб, куда можно пойти. Мы позвонили сюда. Меня отправили. Первая тренировка, это были яркие эмоции. Я занималась сначала с мальчиками. Мне очень понравилось. И понравилось отношение тренера. Он как-то хвалил, помогал, подсказывал. Я думаю, для первой тренировки это было прям хорошо. У девочек не стоит в плане результата какой-то задачи. То, что мы их собираем, по 15-20 человек команда, девчонки приходят с желанием, с интересом. Считаю, в этом главный результат, главная наша победа, главное наше достижение. Что они куда-то выезжают вместе, проводят время в автобусе, в гостинице, в поезде. Не знаю, там как-то это все сплачивает. То есть это поможет не только в футбольном плане. Я думаю, что и просто в жизни, как бы, друзья. Вот это вот, командный дух. Это тоже часть, как бы, футбола, часть воспитания всего вот этого. Когда мы начинали, допустим, не было соревнований, как сейчас команды, профессиональные мужские команды, такие как Спартак, ЦСКА, Динамо, Рубин, организуют женское отделение футбола. Соответственно, организуют женскую футбольную команду, профессиональную футбольную команду. И сейчас Суперлига женская, именно, если не ошибаюсь, 12 или 14 команд насчитывает. Это такой полноценный уже чемпионат. То есть такого не было, когда мы начинали раньше. Намного меньше команд было, и география намного уже была представлена. И не было в футболе таких брендовых команд, которые я вот сказал. Было немножко попросить. Сейчас, конечно, и какой-то интерес, какая-то мотивация появляется у девчонок в занятиях, что можно со временем попасть в какую-то более серьезную команду. Футбол в Челябинске настолько популярен, что в него теперь играют даже мамы. Собираются несколько раз в неделю и оттачивают мастерство владения мячом. Все очень просто. Вон там на белой фишке буду стоять я. Здесь обыгрыш начинаем. Только правая нога. Правая нога. Здесь. Представляем защитника, обыгрыш, движение под меня. Там стою я, пас мне. Сами вбегаем вон туда под ворота, я вам возвращаю удар по воротам. Все очень просто. Здесь просто соперник. Можно финт, который умеете. Любое движение обманное. Еще раз. Дай мне на руки. Дальние, да, здесь вы. Ушли от защитника. Мне пас. И движение вон туда в край. Я вам отдаю. Прием дальняя нога. Это с той стороны у вас будет левая. Убираем под правую, кто правша, кто под левой. Остаемся под левой. Удар по воротам. Случайно родители, мамы наших детей с нашей академии как-то собрались, пришли к нам, к главному тренеру, к руководителю. И сказали, что мы тоже хотим играть в футбол. Но на тот момент для нас это было чем-то таким заоблачным. Мы думали, что девочки просто хотят поиграть, ничего серьезного. Но буквально через неделю они подошли к нам, сказали, что мы забронировали поле, выделяете нам тренера. И все как-то очень быстро закрутилось. Уже успели в Питер слетать на турниры и так далее. Поначалу были сложности, непонимание, в каком направлении нужно двигаться. То есть есть определенное представление в связи с опытом работы с детьми. А тут совсем другой человек, уже взрослый организм. Но все эти проблемы преодолели, разобрались. И я думаю, мы движемся в правильном направлении. Как ни крути, это девочки, тут порой с одной невозможно справиться. Их тут по 10, по 12 человек у тебя приходят. Смотри, есть. У тебя есть Настя Коркина, у тебя есть Аня, у тебя есть Настя та. Да, правильно, умница. Разверни назад, Ирина, есть. И откройся сразу ей. Ну куда? Опусти, опусти, не колоти. Суетитесь, суетиться начинаете? Начинайте просто мяч отпинывать. Под нее. Вот сюда, еще ближе подойдите. Нет, 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 я не тебе, это я Аня. Разыгрывай с ней. Настя, появись где-то. Стой, зачем? Я вот сюда попрошу. Так не нужно туда. Разверни еще на Настю Коркину. Еще раз зеленая. Да, Эльвин, должна начать ты бежать, и она тебе вход отдать. А не ждать, пока она мяч отдаст. Мы все далеко не спортсменки. Мы любители. Самое сложное – это удержать мяч. Удержать свой интерес в случае того, когда что-то не получается. То есть, как бы, вот это вот именно психологическое начало было самым сложным. Сейчас, когда у нас уже есть определенного рода победы, успехи, и сейчас мы настолько азартны в этом. То есть, как бы, мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы быть быстрее, сильнее и профессиональнее в каких-то моментах. Я очень требовательная мама. И, конечно, раньше, когда я стояла на трибуне и болела за детей, я бывала их ругала. Бывала их в каких-то моментах, ну, прям очень сильно, так скажем, осуждала. Сейчас я абсолютно переоценила свое мировоззрение в этом плане, потому что, на самом деле, это очень большая, трудоемкая работа. Теперь, болея за своих детей, я никогда им не говорю, давай быстрее, или почему здесь не получилось, потому что я прекрасно понимаю, что это большая командная работа, и это очень сложно. Дети меня поддерживают. Они даже в каких-то моментах дают мне свои советы. Конечно, я их прислушиваюсь, потому что у них опыта больше, чем у нас. Сейчас активно продвигаем движение футбольной мамы. Здесь у нас, в Челябинске, в нашем родном городе, на Южном Урале. Мы хотим, чтобы как можно больше мам футболистов, просто мам, узнали об этом движении, подключились к нам. Ведь у нас очень много спортивных школ футбольных в Челябинске. Чтобы они создавали свои команды, чтобы мы боролись здесь, организовывали свои турниры, вместе ездили на всероссийские турниры, болели друг за другом. Конечно, мы призываем всех мам к нам присоединяться. Это здорово. Что можно сделать? Как нас найти? Как нас найти? У нас есть своя страничка ВКонтакте. Называется «Футбольная мама Челябинска» или «ЛФК Челябинске мамы Челябинска». Мы хотим собрать мам здесь, челябинские команды. Мы хотим пригласить команды со всей России, с которыми мы уже вместе участвовали в турнирах. И сыграть турнир здесь, у нас, в Челябинске. Вот «Федерация футбола» нам очень сильно в этом помогает. Сейчас стараемся организовать этот момент. Ну и, конечно, ждем всех неравнодушных, кто неравнодушен к спорту, к материнству, к развитию семейных ценностей. Ведь это так важно, когда в семье дети, мамы увлекаются одним делом. Может быть, еще и папы. Или папы просто болеют за своих детей, которые занимаются футболом, за своих мам. Так что мы призываем всех к нам присоединяться. Молодец! 1-1. Это высокий прессинг. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...